Добрый день, друзья! С вами Ольга на своем канале Садовые Развлечения. Сегодня 4 ноября. Я решила посеять виолу. Приготовила вот такие контейнеры. И сейчас вместе с вами начнем готовить землю. Напомню, что виолу я попыталась вырастить в августе, но у меня ничего не получилось. Почему? Потому что была сильная жара, и я сэкономила землей. То есть не ту землю я приготовила для виолы, и виола просто-напросто к той земле не зацепилась корешочками. Добавила очень много перегноя. Так, попытка номер 2. Готовим землю. Вот я сейчас приготовила агробалт. Такую вот буду мешать агробалт и волшебную грядку. На дно насыпала агробалт. Можно какой-нибудь торф низийный, например. То есть, чтобы земля была воздушная. Ну и волшебная грядка, которая сейчас продается во всех магазинах, очень хорошая земля. Ну, в нее нужно обязательно добавлять торф. Потому что она немножко тяжеловатая. Вот такое отличие волшебной грядки от агробалта. То есть агробалт – это тоже готовая земля, но не хочется именно смешивать. Как бы агробалт сильно дорогой. Вот так вот добавляем, смешиваем. Это волшебная грядка. Тоже хорошая очень земля. Руки, видите, чистые практически. Воздушная, но ее нужно мешать все равно. И сверху можно, не можно, а я всегда это делаю, добавляю вот так, присыпаю гром 2. Потому что в квартире земля долго будет стоять, чтобы никакие почвенные мушки у нас не заводились. Теперь все вот это трио можно перемешать. Получилась вот такая воздушная земля. Снимаю в таких прям подробностях, потому что были комментарии, что непонятно некоторым людям. Вот прям вот такая вот. Смотрите, какая рука практически чистая. Прелесть, а не земелька. Воздушная. И сейчас будем заполнять контейнеры. Так вот. Сею очень рано виолу. Почему? Потому что места в квартире мало. И мне нужно, чтобы она быстрее выросла. И ее при первой возможности отправить на балкон потом. Поэтому так сею пораньше. С этой целью. Хотела в теплице, но в этом году у меня не получилось. Хотя раньше получалось. И она прекрасно зимовала. Все вот так вот сделали. Обязательно утрамбовать вот так вот немножко нужно. Приготовила контейнеры. Вот столько виолы я должна сегодня посадить. Виолу я сею крупноцветковую только трех сортов. Это мамот, колоссус и совсем немножко матрик в этом будет году. Но тоже хорошая виола. Но она чуть мельче, чем вот эта вот. Цветок до 9 сантиметров. Вот у этих серий. Сколько ни смотрела в магазинах, такой виолы я ни разу не видела. Вот этих именно сортов. Матрик еще иногда попадается. А вот колоссус и мамонт только на сайтах. Это крупноцветковая виола, которая вышиной где-то 12 сантиметров, невысокая. Создает прекрасные кустики и очень крупный цветок. Очень крупный цветок. Такая вот. Семена это у меня какие в поисках и профессиональные семена сингента ферма. Давайте вместе с вами посеем вот такую виолу колоссус. Семена приходят вот в таком пакетике. Анфиса нарисовалась. Помощница пришла. Надо же все посмотреть. В контейнере нарезаем рядочки. Помощница. И рядочки теперь нужно пролить водичкой. Так вот. Очень быстро все делается. Обозначим вот так вот рядочки. Утрамбуем. Я вот заношу сегодня 4 ноября в тетрадку. Вот каким номером будет у меня это именно виола. Маркирую с помощью малярного скотча. Очень прекрасно оклеится. И подписываю маркером. Не смывающим. Раньше сеяла с помощью зубочистки. Но сейчас поняла, что вручную это делается намного быстрее. В контейнер у меня входит где-то 50 штук. В каждый рядочек по 10 штучек я кладу. Велом. Прям так быстро руками. Замечательно. Раскладываем. Семена разложили. И теперь где-то 3 миллиметра нужно присыпать их землей. Вот так вот. Чуть-чуть прямо. Присыпали. Потом так вот ладошечкой. Трамбовали. И нужно полить. И поливаем. Виола должна зайти на 8 день. Сейчас мы будем ее закрывать темным пакетиком. То есть виола лучше всходит в темноте. Так вот накрыли. Можно использовать обычные мусорные пакетики. Где-то через 8 дней мы отнесем сейчас на полку, на теплую. Лампы не будем включать. Где-то через 8 дней можно проверить. Если я взошла, то пакетик убираем и уже ставим под лампу. Вот так вот, без ламп. Под темный пакетик. И буквально совсем немножко, что у меня на сегодняшний день и зашла. Дихондра, которую мы вместе с вами сеяли, всходит на четвертый день. Бальзамин очень хорошо взошел. Не знаю, как дальше будет развиваться. Тоже сходит на четвертый день. Начинает проклевываться. Так вот, бальзаминчик. Попрыскиваешь без ту один, все. Так, питунья так дала. Ну, так всегда хорошо сходит. Ретвелюр. Сильвер. И вот три штучки мне пришли в подарок. Это пурпул. Розовая будет. Здесь вот бальзамин ампельный зашел. Начала потихоньку сходить бегония. Вон стоп клубнивая. Вот такие крошки. Вот начала. Там, там. Здесь вот. Ну, все остальное пока молчит. Молчит. Ну, тайдалы, знаете, штук всходит на пятый, шестой день. Я их уже окучила даже вам. Ну, все. Выращивайте цветы вместе со мной. Оставайтесь на канале. Все буду показывать, как что развивается. До скорых встреч. Всем больших-больших удачи. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok